Законопроект о теплоэнергетике рассматривали сегодня на заседании Мажелиса парламента. Такой документ впервые проходит через Нижнюю палату в первом чтении, отдельно я имею ввиду. В частности, в нем содержится норма, которая будет обязывать застройщиков использовать энергоэффективные стройматериалы и оснащать новостройки энергосберегающим оборудованием. В целом, проект предусматривает изменения сразу в нескольких законах, включая предпринимательский кодекс. Об особенностях обсуждаемого документа и сопутствующих темах поговорим прямо сейчас. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Так, вместе со мной студия сейчас находится. Заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Сафтан Нурлан Бладбаев. Приветствую вас. Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан Аслужан Мусин. Здравствуйте. Здравствуйте. Управляющий директор Национальной палаты предпринимателей Атамикен Жакоб Хайрушев. Здравствуйте. Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов. Добрый день. Добрый день. И кроме того, посредством видеосвязи с нами может общаться известный эксперт в сфере энергетики Асет Нурлан Бладбаев. Здравствуйте. Еще раз с удовольствием вас всех приветствую, уважаемые гости. И надеюсь, господин Мусин, вы как представитель Минэнерго, человек, я думаю, непосредственно принимавший участие в обсуждении документа, сможете буквально вкратце, схематично рассказать, о чем, собственно, документ, какие в нем, как сейчас выражаются депутаты новеллы. Да, действительно, сегодня прошло первое чтение, в рамках которого осматривался сам законопроект теплоэнергетики. Он совершенно новый законопроект, по отрасли такого ранее не было. На сегодняшний день сложилось так, что отрасль теплоэнергетики, как можно сказать, выпала из глаз наших. В связи с тем, что данную отрасль на сегодняшний день у полномоченных органов, осуществляющих политику за эту отрасль, является три госоргана. Это Министерство энергетики касательно крупных котельных, Министерство промышленности и строительства касательно тепловых сетей и Министерство национальной экономики в рамках тарифа образования. При этом конкретно есть моменты в рамках законопроектов, действующих законопроектов, где некоторые моменты выпадают регулированные данные сферы. На сегодняшний день мы в рамках этого законопроекта расписали конкретно полномочия. Часть полномочий забирается в Министерство энергетики, то есть на сегодняшний день все основные функции будут закрыты за Министерство энергетики. То есть это самые тепловые источники, в том числе котельные, кроме автономных, которые отапливают отдельные же стоящие жилые здания, и тепловые сети. Также контроль надзорной функции раньше за тепловыми системами осуществляли местные исполнительные органы, в связи с тем, что на сегодняшний день та практика, которая была за период их управления, не показала себя положительной. В связи с данными функциями мы забираем, у нас есть комитет атомы энергетического надзора и контроля под Министерством энергетики, который будет осуществлять именно контроль надзорной функции. Кроме того, также мы расписали именно, на сегодняшний день нету ясности именно по планам развития самих не только тепловых систем, но и теплоисточников. На сегодняшний день мы это расписали также в рамку действия законопроекта, что мы будем просматривать развитие самого города с учетом расширения, строительства новых объектов, сколько необходимых потребностей. То есть не просто ремонты текущие? Да, это будет план с несколькими вариантами развития, чтобы у каждого акимата с населением была возможность выбрать. Любой как руководитель своего региона, то есть городу, должен выйти перед населением и сказать, дорогие наши жители, будет холодно, но зато тариф будет дешевый. Будет немного дороже, но будет тепло, но через некоторое время опять будет тариф получен. Или же нам необходимо будет построить новый теплоисточник, но при этом будет тариф такой-то. То есть само население будет принимать участие в своем развитии, чтобы каждый ответственный за свое место, там, где он живет. То есть у каждого, чтобы был выбор. То есть мы в это вводим. Хорошо. В этом законопроекте. привлекли не только строки самого законопроекта, но и те сопутствующие, скажем так, моменты, которые он со собой повлек. В частности, насколько я понимаю, речь идет о будущей, пока, насколько я понимаю, опять же, возможной ликвидации более 100 энергоснабжающих компаний. И по этому поводу в среде экспертов энергетиков уже, я так понимаю, есть неоднозначное мнение. Господин Хайрушев, о чем речь? Да, спасибо за вопрос, за приглашение на эфир. Ну, я, в отличие от вашего вопроса, я можно начну с теплоэнергетики. Почему к ней? Потому что я в рамках, значит, рабочей группы МПП «Томикен» принимал участие с первой до, там, по-моему, 13 или 14 рабочей группы на протяжении полутора лет. Нет, считаем, что данный закон или законопроект достаточно сбалансированный. Были введены очень многие нужные понятия, которые не были в законе электроэнергетики. Чувствуется интонационное «но». Но, действительно, сопутка, которые, или сопутствующие законопроекты, которые шли параллельно, или заходили в МАЖАЛИС параллельно с этим законопроектом, они были, я бы сказал бы, может быть, где-то даже под шумок. Потому что не были так обсуждены широко, как сам законопроект о теплоэнергетике. Почему я об этом утвердительно говорю? Потому что конкретно о энергоснабжающих организациях даже не сама деятельность, будем говорить, а сам факт того, что этот вопрос был занесен в МАЖАЛИС и утвержден в первом чтении, вызывает небольшие вопросы. Я бы сказал, даже большие вопросы. Во-первых, МПП «Томикен» выразила, значит, не поддержала, скажем так, некоторые моменты, которые Министерство энергетики представило. Во-вторых, значит, то, что было представлено, требовалось широчайшего обсуждения. Этого не было сделано, к сожалению, впервые, может быть, за последние 30 лет. Такого обсуждения не было, потому что, если говорить, значит, КРЭМ, то 500 компаний, которым было выдано лицензии, а реальные работающие порядка 130, возможно, чуть больше, кто реально работал. К сожалению, наверное, эфира сегодняшнего не хватит, тех претензий, которые НПП «Томикен» представил. Поэтому давайте схематично. То схематично. Первое. Это, естественно, появляется некая монополизация сектора электроэнергетики. Это не теплоэнергетика, а электроэнергетики, против которой борется и глава государства, и, надеюсь, правительство. Второе. Что касается лицензирования, опять же, возможно, КРЭМ мне возразит, но мне лично, мне как юристу непонятно, как можно было забирать лицензии просто на основании того, что кому-то захотелось эти лицензии забрать. Я так понимаю, необходимо было провести проверки, акты, согласовать с Генеральной прокуратурой или прокуратурой областей, и потом уже, так сказать, эти лицензии отнимать. Этого не было произведено. И, может быть, для кого-то новостью я скажу, что сегодня и, возможно, завтра письмо в Генпрокуратуру такое от нас пойдет. И, значит, по некоторым соображениям есть такая возможность, что Генпрокуратура выпишет некие предписания, что вернуть назад. Если в следующий раз вы думаете забрать лицензию, то согласуйте, пожалуйста, с Генпрокуратурой. Это второй вопрос. Второй – это… Третий. Точнее, третий. Видите, я уже об этом говорил, я начался с этого, это не было широкого обсуждения. Ну, то есть, процедурная. Да, эти три претензии, которые мы сегодня предъявляем к этому закону. Хорошо. Ну, вы так несколько раз активно апеллировали к представителю Министерства национальной экономики, что я думаю, что как раз-таки стоит дать слово. Спасибо большое. Ну, здесь изначально, давайте начнем. В 2004 году было принято решение вывести из сферы электроснабжения, в целом, по передаче снабжения, в конкурентную среду, через деятельность электроснабжения. В конкурентную среду. И на что надеялись? Надеялись, что здесь будет конкуренция, здесь будет снижение цены, борьба за потребителей. Но прошло 20 лет, на протяжении 20 лет этого ничего не происходило. Никакого снижения, никакой борьбы. Здесь чисто было обогащение только определенных только лиц, круга лиц и недобросовестное посредичество между потребителями населения и передающей организацией. Говоря, что это было с фонтана, нет. Неоднократно поднимался 2-3 года, я как сам наблюдаю, 2-3 года поднимался с маслехатами депутата. В прошлом году, в начале года поднимался генеральной прокуратурой этот вопрос. Сейчас коллеги заявляют, что прокуратура, сейчас заявление прокуратуры, что они перестановят. В прошлом году они сами заявляли, что такая посредческая деятельность, она нецелесообразна. Вопрос эффективности. Да, эффективность. Необходимо проанализировать, посмотреть, изменить законодательство. Что и сделали депутаты Мажисов. Они проголосовали за отмену института анализационной организации неэффективных, нерегулируемых слов. Дальше уже передачи, а также гарантируют до конца года вернуть. Здесь не уничтожение, здесь не укрепление, я прошу прощения, здесь не укрепление, не монополизация. Здесь убрать неэффективность, непосредственную сферу деятельности и вернуться к тем положениям, которые были сделаны преждевременно. Преждевременно неэффективно, в Казахстане это неэффективно. Можно здесь добавить? Пусть закончит, представитель Миннацэкономики, я прошу вас закончить. И к чему это приведет? По крайней мере, к чему это привело? Создание дегулисо, они забирали только не юридических лиц. Какая-то между ними борьба была за крупных потребителей, между ними. Об этом сейчас говорят, о конкуренции, да, уничтожение конкуренции. Но никак не населению, никак потребителям, реальным потребителям, никакой пользы не было здесь. Так, принимаю. Господин Акафонов, ну, пожалуйста. Я буквально одно слово, что мы же говорим не конкретно в виде деятельности энергоснабжения, мы говорим о виде предпринимательства вообще в целом. Если вдруг кому-то завтра не понравится, что он печет красные булочки, а он скажет, а что за красные? У нас никогда не было красных булочек, давайте мы их закроем. Но это же предпринимательство. Аналогия понятна. Кто-то пользуется, кто-то ест. Аналогия понятна. Позвольте, я начав вот свое выступление, я хочу коллегу, не то что опонировать, а хочу задать вопрос, вот меня, что больше всего задело в том, что он сказал? Что мы, казахстанцы, какие-то не такие. То есть мы, нам не дана, что ли, конкуренция? Мы хуже немцев, хуже латвийцев. Почему мы? Почему в Казахстане не может быть конкурентного рынка электроэнергии? Мы из другого теста, или у нас мозгов не хватает? Нельзя брать образ того, который не подходит к нам. А почему к нам не подходит конкуренция? Мы не развитое общество, или что у нас не так? Вот мне объясните, мне все говорят, что у нас к нам это не подходит. Почему к нам это не подходит? 20 лет прошло. Я объясню сейчас. Нет, подождите, я объясню про эти 20 лет, этому тоже есть объяснение. Но начать хочу с того, что я с Жаком Галичем хочу согласиться. Ну, вы задали уже вопрос. Все сделано, конечно же, под шумок. Никаких сомнений нет. Более того, я вот вы... Никаких шумок не было. 26 марта начался фактический отъем лицензий. Фактически. Генеральных лицензий. Это вообще беспрецедентная ситуация в Казахстане, когда генеральные лицензии отнимаются, приостанавливаются, это называется. Не отнимаются. Подождите, дайте мне сказать. Приостанавливаются. Вот, коллега подтверждает. Приостанавливаются на основании уведомлений КРЭМ. Я вам хочу сказать, в законе об уведомлениях и разрешениях нет такой категории приостановления. Нету. Ее в принципе там нету, понимаете? Вот. Соответственно, на основании вот этих вот приостановлений, Жаком Галичем правильно сказал, там прям почва для прокуратуры, да? Там полная несоответственность. То есть, закона еще нет, он сегодня первое чтение прошел, да, в мажорисе. А лицензии уже приостановлены, генеральные. Понимаете? Вот. Теперь отвечаю на вопрос про 20 лет. Это тоже очень интересный вопрос. Про то, кто обогащается и кто продолжит обогащаться. Коллега забывает сказать, что вот его ведомство как раз, ну и в том числе его ведомство, 20 лет назад, следуя правильной логике, которая принята в странах ОССР, разделили два вида деятельности. Передачу и электроснабжение. Но что они сделали не так? Они все, оба эти вида деятельности оставили под одним хозяином, под одним владельцем, под нашими олигополиями, уважаемыми, попросту говоря, олигархами, да? Соответственно, кто пустит в эту сферу, если у тебя с одной стороны твоя энергоснабжающая организация, а с другой стороны у тебя рычаг на сетях, да? Разумеется, конкуренция не развивалась. Вот моя личная оценка, наш розничный рынок на 75% находится под олигополиями. Что они сейчас делают? Якобы называют реформой. Вы же понимаете, что вся вот эта вот сфера электроснабжения, весь этот конкурентный сектор назад передается в монополии. Я вам скажу, что если они это сделают, с 1 января 2025 года у рэков выручка утроится, понимаете? Не на 50% вырастет, не на 60%, она утроится. У олигархов утроится на треть выручка. Слушайте, результат реформы, укрепление монополии, это что за реформа? Я все-таки закончу. Я буквально коротко. Я сегодня, кстати, смотрел выступление. Я хочу, во-первых, нашего министра энергетики похвалить. Я прошу коллегу передать ему это, похвалить его за ту правду, которую он сегодня сказал, выступая в Можелесе. Он сказал четко, цены не снизятся на электроэнергию в результате этой реформы. Понимаете? То есть то, о чем постоянно говорили, что это призвано снизить цены, этого не произойдет. И это самый, мне кажется, самый важный постулат на сегодня. То есть снижение цен не будет. Олигархи обогатятся, снижение цен не будет. Для чего мы это все делаем? Вот у меня вопрос. Я могу ответить. Пожалуйста. Четыре вопросы я услышал ответ. Пожалуйста. Насчет первого, самого главного. Законности. Мы готовы. Подадут иски энергетонабжающие, нерегулированные СОО, которые были приостановлены. Не отозванные, не ликвидированные, а приостановленные. А вы можете рассказать? Одну минуту. Давайте. Будут иски, да. Мы готовы к этому. Сейчас, если все рассказывать, закон, ссылки, статьи, эфира не хватит. Правильно? Но мы знаем, что ни один законодатель не должно нарушать конституционный строй, который нарушает права потребителей, который незаконно, который необоснованно повышается тариф для потребителей. Вот это самое главное нужно знать, что ни один правовой акт, в том числе это правовой акт, который дает разрешение осуществлять деятельности, не может быть. Сейчас противоречит, что министр сказал. Слушайте, давайте. Противоречите прямо министру. Можно? Я закончил? Не может быть использована и осуществлять свою деятельность в разрезе конституционного строй. Ну, дальше мы с суды уйдем, потом решение суда это будет. Второй вопрос. О монополизации, да, монополизации. Я уже говорил до этого, что здесь никакой речи о монополизации нет. Увеличение три раза. Но здесь будет, да, мы это и планируем, что здесь будет регулирование и направление средств на инфраструктуру, на развитие. Правильно? На развитие. Здесь те, которые обогащались, у них не было ни инфраструктуры, ни кадровой численности большой. Там два-три человека. То есть вы хотите сказать, что просто исчезают лишние звенья степи и, соответственно, И, соответственно, эти средства направятся уже под контроль государства, направятся на нужные цели. Министр сказал, не будет средства. Контролируем. Давайте контролируем. Так, если мы говорим о том, что сказал министр, да, давайте я как раздумил просто цитату. Итак, сегодня министр энергетики Алмас Адам Садкалиев сказал следующее. Цитирую. Энергоснабжающие предприятия создавались с целью развития конкуренции, когда в стране был профицит электроэнергии. На момент введения эта норма была очень эффективна. И она привела к снижению стоимости электроэнергии. Сейчас ситуация кардинально поменялась. У нас дефицит электроэнергии. Введены дефицитизированные тарифы. Сам принцип рыночного ценообразования был трансформирован. Введен институт единого закупщика. Когда есть дефицит, работает не рынок, а действует регулирование. Именно в рамках жесткого регулирования однозначно такое количество энергоснабжающих организаций не нужно. Конец цитаты. Позвольте, я сначала отвечу как рыночник, а потом коллеги. Здесь я хотел вступить в полемику с нашим уважаемым министром. Поддерживаете? Нет, я поблагодарил за правду о том, что тарифы не вырастут. Здесь я с ним согласен. Вот здесь я отвечу сейчас. Не снизятся тарифы. А вот что касается, смотрите, дефицита. На самом деле на розничном рынке дефицита нет. Там, где работают энергоснабжающие организации, там дефицита нет. Если бы там был бы дефицит, это бы означало, что модель единого закупщика не работает. А это не так. Модель единого закупщика работает. То есть на оптовом рынке может быть дефицит, который компенсируется импортом электроэнергии. А на рознице его нет. Для этого же создавалась модель единого закупщика. Так вот, там, где работают энергоснабжающие организации, там нет дефицита. Понимаете? Смотрите, действительно, как говорил министр, в 2004 году, когда ввели, был профицит, была эффективность. На сегодняшний день, с прошлого года мы ввели единого закупщика. На сегодняшний день что происходит? Энергоснабжающие организации покупают электроэнергию. Все с одного места, с одного источника. Здесь, по сути, нет конкуренции. Это, по сути, просто посредник, который берет, оказывает услуги, провайдерство, можно сказать так. То есть покупает электроэнергию и выставляет счета розничных потребителей, чтобы розничных потребителей это не могло сделать. А я как потребитель вынужден просто выбирать коммунизм? А теперь, когда мы говорим о снабжающих организациях, есть регулируемые, есть нерегулируемые. Есть регулируемые, которые не имеют права предлагать другой тариф, есть та, которая нерегулируемая, она имеет возможность указывать любой тариф. Мы забыли еще о важном эксперте. Будет, кстати, очень невежливо и плохо не предоставить слово господину Наурсбаеву. Итак, чью сторону займете, кого поддержите? У вас выключен микрофон. Микрофон. Слышите меня? Да, вот сейчас слышу. Значит, здесь мы видим хирургически чистый пример перекладывания с больной головой на здоровую. Именно то, что Министерство энергетики вместо создания рынка занималось созданием алекопулей, и происходит дефицит электроэнергии. Вот то, что сейчас они говорят, сейчас возник дефицит электроэнергии. Это возникло из-за того, что нет рынка. В нормальном рынке, как что-то появляется спрос, тут же появляются предложения. Это очень простой закон экономики. На первом курсе изучают. У нас в стране нет рынка, поэтому возник дефицит. Это сделано руками Министерства энергетики. Руками Министерства энергетики наплодили 50 тарифов для 50 электростанций. Это вообще никакой не рынок. Единственная рыночная ниша небольшая – это возобновляемая энергетика. Все остальное управляется вручную Министерством энергетики. И именно поэтому в стране возник дефицит электроэнергии. Именно поэтому в стране растут цены. И именно поэтому произошло то, что сейчас происходит. Идет дальнейшая монополизация розничного рынка, который вполне себе спокойно, эффективно мог бы работать в конкурентной ослове. Потому что даже та надбавка, которая есть, она в разных городах страны, там 1-2 тенге, даже в рамках анонадбавки была бы конкуренция. Для меня, знаете, пол тенге разницы имеет значение, мы считаем, за электроэнергию. Поэтому то, что говорит Министерство – это прямая ложь. Это перекладывание с больной головой на здоровый. Они сами все это устроили, а теперь хотят, значит, вину повесить на рыночных игроков, которые они являются... Так, справедливость требует... Справедливость требует, чтобы я господину Мусину слову предупредоставил. Я категорически не согласен, что... Я тоже не согласен. У нас была конкуренция. Мы к чему пришли к 2008 году, что у нас дефицит в энергосистеме, что наша станция начала продавать ниже себестоимости, и мы пришли, что половина нашей энергетики вообще не способна работать. И нам пришлось привлекать инвестиции в отрасль в рамках предельных тарифов. Мы вот о чем и говорили сейчас, 50 тарифов устроили для станции. И то, что говорит он сейчас, допустим, для потребителя физического лица чувствуется 0,5 тенге в тарифе, извините меня, пожалуйста, ни одна регулируемая, нерегулируемая энергоснабжающая организация не придет физическому лицу, потому что он неинтересен. Потому что тариф там дешевле, чем... А это сделали госорганы. Более того, мы этот вопрос с предпринимателями обсуждали. Они говорят, ну вы дайте, вы же сами нам не даете. 5% давайте с этого начнем. Потом по фидерно возьмем. Потом возьмем микрорайонами. Им же никто не дает. Потому что мы же знаем, что это за бизнес. Что касается, значит, Минэнерго, нерегулируемой СО и там подобное, я повторяю, здесь же речь идет не... Мы, как говорим, речь идет о факторе предпринимательства. Вот на это нужно смотреть. А то, что тонкости там... Вот он говорит, что там один работает человек, два человека. Но я вот писал пост, не знаю, Нурман Гометович слушал, он слышит, читал, не читал. Но сейчас же у нас искусственный интеллект. У нас же цифровизация. О каком количестве 100 человек можно идти речь? Притом это самый рыночный участок всей цепочки нашей, всей из всех звеньев электроэнергетики. Когда мы говорим о рыночном участке, у меня сразу возникает тогда вопрос. Если это все регулируется рынком, то почему сегодня возник вопрос об ответственности, собственно, сотрудников энергопредприятий, которых, как выяснилось, необходимо то ли наказывать, то ли что-то с ними делать. Каких предприятий? Мне, наверное, надо будет разъяснить, что в рамках закона именно теплоэнергетики и сопутствующей законопроекта, в рамках которой мы сейчас увеличиваем ответственность не как только самого персонала, но самого руководителя данного предприятия за допущение подобных аварий на предприятии. То есть ответственность должна быть не на том, кто работает в данный момент, а еще руководитель, кто это предприятие. Но я так понял, что вы здесь не совсем согласны. Нет, почему? Согласен. Согласен. Конечно. Другое. Мы же говорим, что этот закон, сам закон, он неплохой. Более того, я даже, можно сказать, являюсь автором нескольких даже там глав и статей, да, понимаете, поэтому он хороший. И мы настаивали, чтобы усиление энергонадзора было обеспечено. И в плане ответа... То есть я так понимаю, что сейчас камень преткновения, это вот именно они сто с чем-то энергоснабжающих организаций. Параллельно с хорошим делом, с действительно законом о теплоснабжении, потому что никогда эта сфера не регулировалась с отдельным законом. Решили, как вот Жаку Галичу, я с ним согласен, под шумок протащить вот эту историю с ликвидацией конкурентного сектора. Я вот и с тезисами господина Нурзбаева со всеми согласен, именно так. Это действительно перекладывание с больной головы на здоровую. Вот в данный настоящий момент. Потому что действительно, я хочу сказать, и Крым не справился с регулированием тарифов. Министерство... Я не хочу министерство защищать, но, к сожалению, они вот в такой позиции оказались. Им не дают регулировать рынки. Они не регулятор. Регулятор у нас по-настоящему Министерство национальной экономики. Но Министерство национальной экономики, то, как оно регулирует... Вот, понимаете, мы пришли к тому, коллега говорит, вот 20 лет там... Но из чего регулировать? Вы скажите, из чего регулировать? А где вы были? Вот, понимаете, мы с АЗРК ходим год за ними, примерно год, с момента введения закупки, единого закупщика и говорим им. А Министерство национальной экономики против. Мы говорим, давайте отделим, давайте аффилированность разделим на этом рынке, да? Давайте тот, кто занимается сетями, не может заниматься сбытом и наоборот, да? Это вот та родовая проблема, родовая проблема, которую изначально не устранили, да? Давайте уберем эту аффилированность. Тогда тот, кто занимается сбытом, у него не будет руки на сетях, да? На рубинке. Понимаете, они не дают условия. Не дают условия. Не дают условия. Объясните позицию, почему Министерство национальной экономики, КРМ в частности, против разделить, убрать аффилированность на розничном рынке. Вы попробуйте докажите эту аффилированность. Вопрос такой поднимался после, да? Нет, после. Это уже был последний вздох у Мирафер, да? Когда уже уничтожали рынок, сказали, давай аффилированность уберем, пятый-десятый, начали придумывать что-то такое. Мы говорим, здесь создали такое условие, что конкуренции вообще практически невозможно. Дифференциация. Мы хотим сделать, выровнять дифференциацию, как глава государства говорил, да? Отмена, перевер, субсидирование. Нам так опять не дают. Знаете почему? С 1 января по инициативе АЗРК, да, агентства политической конкуренции, была инициативная поправка закона о госзакупках, где бюджетные организации уже не могли покупать напрямую у гарантийших поставщиков, которые датировали население. Вот благодаря им население платило тариф меньше, чем должно было быть, да? Но убирая, создавая такие условия, забирая эти бюджетные организации, у нас на сегодняшний день был бы рост до 50% для населения. До 50%. Вот министр говорит, что у нас не было снижения, не было снижения, но он исходит от действующего положения, что да, снижения не было бы, но был бы рост. Был бы рост, который мы благодаря этому можем сдержать. Рост будет? До 50%. Самое главное, чего я не могу понять, да? Вот с двух сторон раздаются аргументы. Одна сторона говорит, есть конкуренция. Она должна быть, она нет. Вот, с другой стороны, говорят, нет этой конкуренции и нет этой среды. Временем осталось очень немного. Разговор очень непростой. Хочу вернуться к господину Нарусбаеву. Вы какой видите выход из этого сложившегося противоречия, в какую сторону дальше двигаться? Опять, опять звук, опять звук, господин Нарусбаев. Микрофон. У меня все включено. А, вот теперь пошел звук. Есть, есть. Значит, надо убрать дифференцированные тарифы. Так. Пускай будет рост населению. Эти деньги надо конденсировать малоимущим. Потому что сейчас что происходит? Вот сейчас господин из Министерства национальной экономики, считайте, оказывается, экономику не знает. Значит, когда рыночная цена, допустим, 30 тенге, а население продается по 20 тенге, и эти 10 тенге составляют дотацию, которую платят бюджетники, то есть налогоплательщики. Об этом и говорили. То есть сейчас в существующей системе налогоплательщики платят за потребителей. Из-за этого происходит то, что те потребители, которые потребляют мало, получают маленькую дотацию. Те, кто потребляет много, получают большую дотацию. Вот, например, если там богатый потребитель 100 тысяч киловатт часов в месяц нажигает, он получает вот эти вот, если там 10 тысяч тенге дотации от бюджета, от наших с вами налогоплательщиков денег а бедный получает 200 киловатт часов он получает всего две тысячи тенге дотацию эту простую арифметическую операцию не может ни один чиновник министерства экономики который называется министерство экономики это очень смешно так вот если рыночная цена 30 тенге все должны платить 30 тенге а дотацию надо давать не всем подряд и тем более не богатым а давать надо бедным вот эти министерства национальной экономики разбираться я вас понял у нас но но у нас есть может быть держаться в рамках я можно два спора диалога можно ответить на это конечно у нас есть программа до 20 года отмена деференциация 29 есть до до 10 года но давайте отменим сегодня мы до этого говорили тоже ну давайте отменить какой рост мы получим для населения 200 процентов на же от меня 200 просит позволите я вот одну ремарку давайте давайте перейдем 200 процентов сказать выводом да ваше предложение очень коротко этапно поэтапно 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 отмена дифференциации так и тогда что вернуть рог потом конкурентный рынок всех позвать опять очень много факторов которые этот конкурентный рынок я лично мое мнение созданы искусственно и убить а потом искусственно надо проанализировать анализ делать анализ произойдет она нужна ли нам без анализа без каких-либо факторов да и конкретных фактов приживать его и внедрять его в калстан это почему я скажу очень когда ваша очень городка скажу вот смотрите по поводу по поводу того что дифференциация 29 года более того мы же мы же пытаемся добиться диалога да мы говорим вот и господин нарусбаев сказал отменять дифференциацию мы даже предлагаем не отменять ее не надо просто у нас министерство национальной экономики к сожалению и к и крем линейно мыслят да вот а мы предлагаем надо лечить подобное подобным а давайте дифференцируем снабженческую надбавку гарантирующих поставщиков да мы просто сможем регулировать казани испытательным полюбом до казани испытательным полюбом так вы их уже обдумано потом их уже испытание делаете что убиваете конкуренцию вы просто за пять дней убили конкуренцию это даже не испытать время 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 господа поэтому минуту поэтому надо слушать рынок к рынку прислушиваться понимаете так вам слово господин мусин и скажу так это норма ща по исключению на рекламляющих организации было понято еще депутатами на рабочей группе принципе там это очень долго обсуждался в итоге я бы скажу так депутаты приняли решение что они примут без мнения правительства в любом случае спустили на мнение правительства вот тогда вот момент обсуждения на рабочей группе участвовали все никто не смог опровергнуть все слова депутата которую необходимости данной организации если вы как бы на сегодняшний то время передачи нам не хватит дойти до конца обсуждения потому что на наши наши разговоры и спор не закончится что указывает свое мнение и никогда мы не найдем на в этом вопросе потому что каждый будет доказать свое мнение но сегодня мы идем туда куда что уже почему нет я думаю что может быть пока идет обсуждение законопроекта есть смысл сделать целую серию выпусков на эту тему да господин хайрушев знаете вся эта история с энергоснабжающим организатором самом деле произошла из-за ну не скажем пока на пяти процентов нерадивых предпринимателей которые наживались грубо говоря вот по тем мы статьи читали и выступления депутата которые действительно наживались но другое дело чтобы к рэму он говорит нужно анализировать ну кто ему мешал собрал бы сказал бы нам нам нпп слушай нпп давай собери у своего себя предприниматели сами себе решите вот этот не ради вот а ради этого мы закрывать рынок не будем представляете получилось что из-за пяти процентов нерадивых и сошек мы закрываем целую отрасль а еще последствия я хочу словами одного классика вы еще вы еще сами не знаете что вы натворили и давайте на этом закончим до закончим мы правда немножко на другом разговор получился таким активным бурным и острым что мы не успели посмотреть ни одного материала а на самом деле мои коллеги их подготовили напоследок на прощание давайте послушаем выдержку из речи главы государства где как раз таки речь идет о том чтобы что необходимо в первую очередь что требуется от теплоэнергетики обеспечить бесперебойную работу давайте взглянем не обеспечение населенных пунктов одна из базовых функций правительства и акиматов однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы госорганы не извлекают уроков и системных ошибок и упущений которые довели отрасль до ее нынешнего состояния затягивается строительство пара газовой установки на алматинской тэц 2 более 10 лет то есть 2012 года фактически не можем восстановить энергоблок на эти бастузкой игр с 1 есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции эти бастузкой игр с 2 правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточник находящихся в красной зоне риска следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации переносу сроков уже недопустимы так господа напоследок вопрос ко всем в целом согласны на то что дискуссия по этому поводу должна быть продолжена конечно абсолютно хорошо это все что мы успели обсудить к данному часу дневная смена завершает свою работу в эфире телеканал 24 kz увидимся завтра в это же время всего доброго